Сложно комментировать. Ошибки, которые были допущены уже в три центральных защитника. Вопросы, коллеги, пожалуйста. Представляемся, называем издания, пожалуйста. Советский спортщик Максим. Павел Путылевич в прошлый сезон привлечил к тому, что команда начинала сезон очень хорошо, шла в лидирующей игре, не могла даже с такой матчей бороться. По вашему, почему в этом сезоне этот старт не удался? Почему не удался старт? Потому что у нас, по сравнению с прошлым годом, у нас новая команда, совершенно новая команда, которая была собрана буквально за неделю. Последние ребята мы заявляли уже на флажке перед началом чемпионата. Вы знаете, что у нас за группа «Трансферное окно». В прошлом году у нас ушло с команды 19 человек. И ждать какого-то сиюмутного результата от тех ребят, которые пришли к нам в команду. Естественно, что многие из них даже не играли на этом уровне. Вопрос сыгранности. За те два месяца я рассчитывал на то, что более, скажем так, обучаемые в тактическом плане будут ребята. Но отсутствие опыта и отсутствие игровой практики на этом уровне – это все, в общем, сказалось. У нас ушло 19 человек в межсезонье. Практически новая команда. Это мой старт такой неудачный. Но здесь простая ситуация. С учетом того, что у нас закрыто «Трансферное окно» было, мы не смогли никого заявить, усилиться. Хотя возможности для этого были. И теперь работать, работать, еще раз работать до зимнего периода этим составом, что есть у нас, и стараться выжимать максимум старших внутренних резервов, то, что у нас есть. Еще вопросы к коллегисту? Да, пожалуйста. Да, Павел Путерьевич, Вы сказали, что если могли бы заявиться, усилиться. А в чем причина? Почему? В «Трансферное окно»? Проблема? Да. Ну, потому что группа игроков прошлогоднего состава написали претензию к палату по разрешению споров в связи с невыплатами в прошлом году за прошлый год. В связи с этим, когда нам закрыли «Трансферное окно»? Ну, первый день тяжело давался, потому что пропущен мяч, новые позиции. Хорошо, что нам помог Карпов, когда появился в первой команде. У нас идут два игрока, двух центральных защитников. Не было они в сборной. Это «Ротес» и «Каковев». Поэтому помощь достаточно достойная. Тем более, они с Ильей Зоевым играли уже вместе. Мы на это рассчитывали. Мы с ними переговорили на эту цену. Что-то достаточно надежно сыграли. Плюс у нас сломан травма получил Пенчиков. И на этой позиции сегодня был Камничев. Первый раз. Ну, я считаю, что достаточно надежный сыграл. Я очень рад, что войн перестроился. Ну, и плюс, конечно, Панюков, который терроризировал там всю оборону. Пошли в втором тайме побольше прострелов. Пошло. Пошло замыкание, то, что мы от них требуем. Противоположный флан должен замыкать. Пример этого Лиловских, который оказался при простреле не за шлафной площадью, а за шлафной площадью. Пошло замкнуло эту передачу. Есть хорошие моменты. Ребята потихонечку выбирают. Убираются опыта. Убираются уверенности какой-то. Хотя после каждой игры какие-то изменения у нас есть. По составу. По сыгранности не хватает. Может быть, еще чуть-чуть. Вот этой стабильности. Ну, это дело такое наживное. Пока они молодые, конечно, такой стабильности для одних ждать пока еще рано. А после самоотдачи, во-первых, не распустили, так сказать, слюни. После первого тайма, наоборот, собрались, наоборот, выдержали. А тот рисунок, о котором мы договаривались. Это удовольствием. Коллеги, если есть вопросы, представляемся на своем издании. На связи с парашечком Максимом. Анатолий Пешков, вопрос немного не по игре, а по поводу ручка, который вы сделали в последнее словече. В чем сегодня мне попал в заявку и в сути, чем этот игрок вообще привлек ваше внимание? О, блин. Вы его видели вообще-то? Сейчас оговорение. Ну, только что, такие вопросы. Я понимаю, что мы выходили в виде плюс или минус, мы потом будем обсуждать. Ну, просто он на сборах показал себя. Молодой ему мальчишке, 99-го года. Тем более, у нас были проблемы в середине поля. Сейчас мы потихонечку все это закрываем. Непонятная ситуация. Скопленка была, которую не отпускали. У него была сложная ситуация. Этот вопрос решился. Поэтому, ну, парень футбола играет мне. Другое дело, как он будет развиваться.